Сирийская оппозиция предупредила, что если силы Асада продолжат нарушать перемирие, то ни на какие переговоры они не поедут. Они фиксируют случаи нарушения режима прекращения огня и выкладывают их в соцсетях. Это провинция Иглиб, еще один оппозиционный бастион, куда и отправилась большая часть эвакуированных из Залепа людей, а также бойцов антиправительских батальонов. По словам местных жителей, последние несколько дней по ним бомбила российская авиация, а силы Асада обстреливали из тяжелой артиллерии. Это перемирие, о котором вы говорите. Вы лжете. Вы Россия и Иран, вы все лгуны. Это дом. В этой комнате живут 9 человек и их дети. Башар Асад, что мы сделали тебе такого, что позволяет тебе по нам стрелять? Ты тиран. У нас нет ни еды, ни воды, ни бензина, а ты по нам запускаешь ракеты. В то же время есть видео подтверждение того, что и оппозиционные группировки обстреливают позиции сил Асада. В качестве ответа на то, что правительственные силы нарушают перемирие, наша политика око за око. Все это заставляет международных посредников задуматься, есть ли шанс провести в Казахстане встречу на высшем уровне с участием России, Ирана, Турции и представителями противооборствующих сторон и положить конец шестилетней войне. Соглашение о перемирии – вещь хрупкая, потому что полного прекращения огня так и не было достигнуто. Оппозиция объединилась только в центральных и северных районах страны. Формирования на юге так полностью и не подключились к нему. Перемирие не предусматривало системы контроля за его выполнением и предотвращение любой попытки его сорвать. Сейчас эпицентром боев стали западные районы Дамаска, откуда силы Асада, в основном ливанское движение Хезбалла, пытаются вытеснить радикальную группировку Джабхаталь-Нусра. Напомню, что в прошлом году в Сирии было объявлено два перемирия, которые скрывались через две недели. Однако сейчас к процессу подключилась Турция, которая поддерживает повстанцев, и ее роль в этом процессе является ключевой. Главная проблема на этом этапе – как оказать давление на иранские военизированные формирования и движения Хезбалла, сражающиеся на стороне Асада, но не имеющие единого командного центра. Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоу-Глух призвал власти Ирана оказать давление на свои формирования в Сирии и заставить их придерживаться режима прекращения огня. В то же время военное сотрудничество в Сирии между Турцией и Россией становится все крепче. Россия помогает Турции в операции «Щит Ефрата» по освобождению северных территорий Сирии, граничащих Турцией от ИГИЛа. Россия оказывает воздушную поддержку Турции, совершая авианалеты на позиции боевиков, тогда как турецкая армия ведет обстрелы с помощью тяжелой артиллерии. По мнению сирийских аналитиков, Турция была вынуждена прибегнуть к помощи России после того, как Америка не отозвалась на ее просьбу о помощи. Россия же направила в район Бабать-Саламея несколько военных самолетов и помогла Турции с воздуха. О переговорах пока только заявляют, но никто не может назвать конкретной даты проведения. Однако, учитывая постоянно меняющуюся картину как внутри Сирии, так и в отношениях стран, пытающихся закончить эту войну, понятно, что переговоры или могут сорваться, или же начаться в самую последнюю минуту. Шахида Якоб. Настоящее время.